так давайте удалим удалим нашу мы вернемся к нашей программе чтобы замерить время работы на больших тестах давайте сделаем тест побольше то есть не 100 символов а скажем 1000 символов или больше давайте сделаем как обычно так это старый генератор я хочу новый генератор давай начнем с 1000 давайте просто прям сразу боюсь буковки так берем каждый тысяч раз вводим случайно буковку плюс рандом но такое же делали это привести к чару вывели случайное слово длины n ты переведем строчку и сделаем это все еще раз еще можно было вынести то в процедуру конечно два раза не копировать но поскольку это программа одноразовая генерации давайте и будем так мучиться запустим так посмотрим что у нас вывелось ничего нас не убилось потому что мы забыли закрыть прекрасно вывели две две строчки длины 1000 на 1000 видите снизу написано еще тысяч один давайте запустим наш программу 84 миллисекунду тоже побольше давайте делаем еще длиннее давайте сделаем 10000 время работы растет с квадратом с квадратом длинный строк поэтому если мы увеличим в 10 раз на страну в сто раз где-то увеличится время работы программы вот действительно мало того чтобы здесь раз но кончился стек у нас но мы уже помним как сделать большой стек давайте добавим здесь нужно сделать давайте запустимся с большим стеком куда вот вычисляется за 4 секунды при этом жет много стека давайте оптимизировать чтобы программа того быстрее давайте избавимся от рекурсии совсем давайте просто сразу вычислять значение вот эти d для этого нужно что сделать смотрите нам нужно чтобы в момент когда мы вычисляем значение dnm все предыдущие значения было уже вычислено но это очень просто добиться будем вычислять значение в порядке увеличения н при включении м давайте это пока убрать не буду пассивка клейта нам больше не нужен массив d останется нам нужен смотрите делаем очень просто режим и он бежит от нуля до длинные первые строчки включительно точно так же м бежит от нуля до длинные строчки включительно теперь здесь внутри этих двух циклов будем вычислять значение dnm просто перенесем его отсюда смотрите возьмем скопируем немножко подправим так если dn равно 0 и m равно 0 то ответ будет равен 0 если n равно 0 то ответ это m если m равно 0 то ответ это m а иначе кто то можно убрать такого не кончится надо вычислить минимум из трех штук давайте здесь вместо editing distance возьмем сразу число в массиве d мы знаем что она уже вычислено к этому моменту то же самое здесь мы знаем что число это уже вычислено лежит в массиве d и здесь прекрасно перезаем минимум из этих значений точно так как в прошлый раз calculate массив нам больше не нужен массив d запишем результат сейчас смотрите вот мы заменили старую рекурсивную программу на вот такую итеративную давайте выведем результат результат будет храниться у нас теперь сразу в массиве d давайте прямо оттуда его возьмем все давайте запустимся так что-то немножко не заработало вот здесь а ну да раньше здесь был ретурн и он сразу выходил из процедуры здесь а теперь у нас ретурна нет поэтому перед каждым их нужно поставить еще else иначе нужно делать это иначе нужно делать это и иначе нужно делать все остальное можно было поставить континью вместо этого но можно и так да видите 1,2 секунды отработало это примерно в 4 раза быстрее чем было все из-за того что мы избавились от рекурсии теперь вычисляем последовательность на самом деле из-за того что мы вычисляем числа d последовательно это тоже сильно ускоряет процесс потому что читать память подряд намного быстрее чем читать память в рандомных участках кроме того нам теперь не нужен стэк большой давайте его отсюда уберем стэк большой нам теперь не нужен потому что стэк мы теперь всем не используем да видите отрабатывает никаких эксепшенов ничего не вылетает